По учению святителя Хиларета, митрополита Московского. До воскресения Христова многие из людей знали только землю, на которой они являются на краткое время и вскоре скрываются неизвестно куда. Иные нечто слышали еще в Адиках, о пропасти, которая всех угрожает поглотить и никого не отдает обратно. Не многие помышляли о небе, как о таком горнем жилище, которому никто только во сне видел лестницу и только такую, по которой восходили ангелы Божии, а людей не было заметно. Это книга Бытия, 28 главе, говорится, когда Яков уже шел от Лавана домой, то видел, видение ему было. Лестницы ангелы входили и не сходили по лестнице. Воскресением Господа нашего Иисуса Христа служит доказательство Божества Иисуса Христа и началом нашего воскресения. Утвердение веры в воскресение Христова есть дело великой важности для христианства и для христианина. Главная сила христианства состоит в том, чтобы признать Господа Иисуса Христа Спасителем мира, согрешившего против Бога и Богом осужденного на смерть. А чтобы с полной надеждой признать в Нем это могущество, нужно совершенное удостоверение, что Он есть единородный Сын Божий и истинный Бог, потому что хорошо сказано, хотя и худыми людьми. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Евангелие от Луки, 5 глава. Только милосердие Бога Сына может представить достойное удовлетворение оскорбленному величеству и правосудию Бога Отца. Только Бог может возвратить жизнь, осужденная на смерть Богом. Но самое сильное удостоверение в Божестве Иисуса Христа заключается в Его воскресении. Эту мысль подал Он Сам, когда иудеи, удивленные необычной властью, которую показал Он, изгоняя из храма продающих и покупающих, спросили Его, каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать? То есть, каким чудом докажешь, что Бог дал тебе власть над храмом Своим? Тогда Он преимущественно пред другими чудесами Своими указал на чудо Своего воскресения и сказал им, разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его. Евангелие от Иоанна, 2 глава. То есть, в третий день воскресных. В самом деле, чудеса, которые творил Господь Иисус во время Своей земной жизни, даже и самое дивное из них воскресение мертвых, творили и пророки, хотя не с таким полномочием, как Он. Так Илья молился, Господи Божий мой, да возвратится душа отрока всего в Него. Третья книга Сарф, 17 глава. Но Иисус повелевал, Лазарь, иди вон. Евангелие Теанна, 11 глава. Из гроба. Однако этого различия могли и не приметить, и потому могли принять Иисуса как пророка и посланника Божия, еще не узнав в нем единородного Сына Божия. Но никогда не было и нельзя представить возможным, чтобы человек воскресил сам себя. И потому воскресением и Господа Иисуса дано совершеннейшее удостоверение в том, что Он есть истинный Бог, владычествующий над жизнью и смертью. И Божественный Спаситель имеет могущество воскресить всех людей, умершленных прегрешениями. Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Сказал апостол Павел в 1 Коринфянам, 15 глава. Это значит, что воскресение Христово есть начало воскресения всех умерших людей. Воскресение уже не в жизнь временную, каким было воскресение Лазаря и других до него, но в жизнь вечную. До воскресения Христово ходили между людьми темное и нетвердое мнение о бессмертии души человеческой. Но о воскресении души с телом всего менее думали даже те, которые более других старались омышлять. Не был просветлен взор избранного народа на этот счет, когда Христос Спаситель, обличая саддукеев, назвал Бога, Богом Абрама, Исаака и Ахова, и открыл мысль о воскресении мертвых не только саддукеев, но и правильные их мыслящие поражены были новизной этого открытия. И слышал народ, и делился учению его. Евангелие Матфея, 22 глава. А чем меньше знали о будущей жизни, тем меньше, конечно, имели побуждений готовиться к ней. Христос Спаситель своим учением на место шатких мнений о бессмертии поставил твердую истину воскресения и своим воскресением осуществил эту истину. Он учил, наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глаз Сына Божия и изынутся творившее добро в воскресении жизни, а делавшее зло в воскресении осуждения. Евангелие Диана, 5 глава. И апостол дополняет, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое, сказал апостол Павел в втором послании к Оринфянам. Святитель Филарет, митрополит Московский. Христос Воскресе! Боистос Воскресе!